Я несколько раз был в Азии. Два раза я был в Таиланде, я был во Вьетнаме, я был на Шри-Ланке, я был на Бали и еще где-то, но уже забыл. И всегда одно и то же, если какой-то алкоголь мы там с друзьями и употребляли, это всегда было только пиво, разбавленное в два раза. Как это выглядит? А выглядит это так, в любом кафе, в любом ресторане ты заказываешь пивас и пивас твой выглядит вот так. Это половина стакана льда и половина стакана светлого пиваса. Это может быть тайгер, это может быть, да, на самом деле чанг мой любимый, но неважно, это может быть что угодно азиатское. То есть пивас в итоге будет типа двухпроцентный. Сразу говорю, я ничего не пропагандирую и абсолютно никому ничего не рекомендую. Если вы бухаете, бухайте, помирайте там от этого, мне абсолютно наплевать. Но я просто констатирую факт, что сколько раз я был в Азии, там так жарко и так влажно, что никакой алкоголь крепче двух-трех градусов, то есть разбавленного льдом пива, не заходит вообще. Ну, что значит не заходит? Заходить-то может и заходит, но не на жаре 37 градусов с влажностью миллиард процентов или около того. Сейчас я покажу, чем мы в Азии закусывали практически всегда. Видосик сегодня выходит при поддержке FoodBand, круглосуточная доставка еды по Москве. У вас нет времени готовить? Что ж, москвичам везет. Пицца из каменной печи, вок с мясом или морепродуктами, свежие роллы, поке и салатики, все в наличии. Если охота покушать, смело переходи по ссылочке в описании и вводи промокодик обломов25, потому что по нему постоянная скидка до 25% абсолютно на всю еду. Просто вводишь и все становится дешевле, причем не один раз, а всегда. Кстати, привезут быстро, у FoodBand есть свои кухни по всей Москве, вполне возможно, рядом с вами. Короче, хочешь кушать, вбивай промокод и зацепляй еды в FoodBand. Подают, само собой, морепродукты в виде салата. Кальмары, креветки, это то, что и там везде есть, и то, что у нас можно купить в магазине. У меня нечищенные вот такие вот кальмары и нечищенные, само собой, сырые креветки. Я, если честно, не совсем понимаю людей, которые покупают вареные креветки. Сырые креветки ты можешь отварить в 40 секунд, и они будут типа свежие. Само собой, они не живые, но типа свежие и хрустящие. Поэтому я, когда готовлю сам, если я не могу найти сырых креветок и вижу только вареные, я просто не готовлю креветки. Я не покупаю замороженные вареные креветки, извините. Потому что вкус настолько отличается, текстура вот эта настолько отличается, что просто жрать невозможно. Что по поводу маринада? По поводу маринада, точнее по поводу подливы для нашего салата, все капец какое простое. И оно работает по правилу один к одному, к одному, к одному. Показываю. Сахар, рыбный соус, чеснок, лайм и красный перчик. В принципе, если вы все эти ингредиенты сложите так, что у вас там столовая ложка одного, столовая ложка другого, столовая ложка третьего, получится то, что нужно. Вопрос только в том, захотите ли вы кушать красный перец с семечками, которые, кобздец, какие острые. Но я возьму столовую ложку без горки этих перцев с семками. Но если вы хотите без семок, то вот так разрежьте и семки, собственно, просто кончиком ножа как-нибудь удалите. Вот так удалите, у вас останется, грубо говоря, кожица, вот так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И ее уже накрошите вот так. Где-то столовая ложечка. Чесноком точно такая же история. Нужно супер мелко покрошить. Для этого, конечно же, отрезаем попку, делаем так, бэм. И у нас из шелухи вываливается мякоть чеснока. Я даже, наверное, покажу вам еще раз. Отрезаем попку, убираем, а потом так, бэм. И вываливается мякоть чеснока. На самом деле, до сих пор мне никто не ответил на один простой вопрос. Действительно ли острота, то есть действительно ли вот такое количество перца каким-то образом влияет на противодействие микробам? Потому что многие говорят, типа, если ты поехал в Азию, то супер острое оно потому, что, значит, там все плохое передохнет. Я много раз задавал вопрос зрителям, и они говорят, ну, вроде как бы да, но медицинских подтверждений нет. То есть никакого медицинского подтверждения тому, что от большого количества там чеснока или красного перца помрут какие-то бактерии или какие-то там паразиты, я ниоткуда не получил. Вот так. То есть, короче, делайте это, если просто вам нравится. Чесночок мы тоже супер мелко крошим. Можно через чеснокодавку, можно как угодно. Нужно, чтобы получилась столовая ложка мелко крошеного чеснока. Это, на самом деле, несложно сделать. Я думаю, что вот такое в самый раз. Вот так вот. Теперь фиганем сахарку. Примерно столько же, где-то чайная ложечка. И рыбного соуса. Так, давай, вываливайся. Что, наверное, является самым неоднозначным ингредиентом. То есть, я добавляю прям... Ну, ладно, я чуть побольше добавлю, потому что он мне нравится. Но далеко не всем. Вы знаете, пожалуй, рыбный соус один из самых неоднозначных ингредиентов в кулинарии. То есть, он вкусный, но к нему нужно привыкнуть, потому что тот, кто никогда не пробовал рыбный соус, ферментированный, говорит, что он пахнет, ну, скажем так, носками. Скажем так, прогорклами, протухшими носками. Но, когда твой мозг начинает понимать, что это ингредиент блюда, когда ты там по Азии путешествуешь, и в пятом блюде подряд встречается этот соус, ты такой, блин, да это офигеть, как вкусно. Но не для всех. Ну, и, само собой, кислота. Кислота у нас пойдет от лайма. То есть, тоже, блин, забыл покатать. Ну, где-то столовая ложечка лайма или около того. И да, народ, я даже не буду упоминать в этом рецепте соевый соус. Почему не буду? Потому что понятно, что он здесь вместо соли в любом количестве, любой густоты, любой фирмы, как вы любите. Так что я его сюда пару столовых ложечек добавлю. Получается примерно вот такая вот красота. А из зелени в азиатских салатах всегда идет мелко тонко нарезанный лучок и кинза. Ну, на самом деле, я небольшой фанат кинзы был, но в этом салате он совсем в тему. У меня тут кинза прямо свежая, из горшочка. Насколько мелко, а резать лук настолько, настолько сможете мелко. Практически ниточками. Но там уж сколько кому нравятся кинзы с палками, без палок, с листиками, без листиков. Тут смотрите сами. Можете петрушку взять. Ну, и вернемся к белковой части. Запомните. Первое. Все сырое. То есть, не покупайте ничего вареным мороженым. То есть, оно не должно быть вареное, должно быть сырое. Оно может быть заморожено, но сырым. И варим всего минуту. До минуты. В огромном количестве кипящей воды. Само собой, все это дело очищаем. У креветок, само собой, вырезаем какахи. То есть, тут все нормально. Само собой, не должно быть никаких вот у кальмаров. Не должно быть никаких вот таких вот перьев внутри и всякого такого. Все очищаем. Я, конечно же, могу вот так вырезать у креветок. Оп. Какахо вот здесь. Ну, то есть, кишечник. Но мне все равно в любом случае придется делать их более порционными. Поэтому лучше я возьму креветку вот так и разрежу ее вдоль. То есть, у меня получится два вот таких вот супер продолговатых кусочка идеальных для салата. Еще раз показываю. Я беру ее и разрезаю просто вдоль. В одно движение. Вот и все. Креветки, разрезанные пополам, просто заливаем водой и там из них, короче, промываем. То есть, что... Большинство из них обычно чистые, но бывает, что находятся какими-то какахо. Что касается кальмаров, то реально вот, типа, что из них изнутри вынули, то вынули. Но на самом деле можно их просто... О, смотрите, это обычные кальмары, а вот смотрите, сколько фигни внутри. Отвариваем все. И отвариваем все одну минуту. Вот мы все отвариваем. И многие спросят, а почему так мало отвариваете? Потому, чтобы оно осталось свежим и хрустящим. Я сказал, потому, чтобы... А, извините, пожалуйста, какой же я косноязычный. Короче, за 40 секунд примерно оно остается не то, что сырым, белок сворачивается, но оно не успевает стать резиновым. Короче, народ, неважно, кипела вода, не кипела вода, все достаем. Потому что была ли она 101 градус, если она там выкипала с паром, все дела. Или, не знаю, 95, это не важно. Мы репродукты сразу же достаем. В принципе, отваренные кальмары можно от этой пленки не очищать. А можно под струей воды вот так вот очистить все лишнее. После чего их можно нарезать на желаемый размер. Ну, мне нравится, когда в салате просто вот такие вот штучки. Уши, конечно же, тоже прекрасны и вкусны. Уши кальмара тоже нужно и можно нарезать. Осталось только все это вместе соединить. Это не очень сложно, потому что у меня здесь лук, кинза, подлива, подлива вся вот здесь. И просто соединяем. Просто заваливаем и заливаем. Ну, само собой, тема в том, что я мог бы сказать, что нужно перемешивать это ложкой. Но не буду такого говорить. Раздербаниваем лук. Пахнет обалденно. Кинза, рыбный соус – это конкретно то, чем мы пивасик закусывали в Азии. Блин, вот это все до последней капельки. Чеснок, острый перец. Само собой, вы скажете, там, острого перца много. Полностью согласен. Потому что, на мой взгляд, это закуска к пивасу с половины льда. Что по поводу черри? Вы скажете, ты забыл черри. Я не забыл. Просто они здесь идут даже не столько ради вкуса, сколько ради водянистости и украшения. И немного зеленого лучка. Но, опять же, на вкус это не сильно влияет. Это больше украшение. В целом, примерно, вот такая вот история. Получается, вот такая штука. Основная тема, конечно, это кальмары и креветки. И они не переваренные, не передержанные. Потому что 60 секунд в большом количестве воды. Примерно на 99% это то, чем мы с Костяном, путешествуя по Азии, закусывали. То есть, это кинза, рыбный соус, немного все сладкое. Сразу предупреждаю. Это остро. Это остро. Но, когда вокруг жара, когда у тебя в стакане ледяной пивас наполовину лед. Это то, что нужно. И кальмары, они остаются мягкими. Ничего, не варите дольше одной минуты. Если честно, я вам хотя бы раз в жизни советую попробовать данный маринад и данный рецепт к морепродуктам. Конкретно к пивасику. Нет ни к водке, нет ни к кока-коле. Нет, это ни хрена не просто блюдо. Что я вам буду сейчас рассказывать? Типа, о, вы знаете, это вот такое блюдо. Это салат, которым нужно закусывать пивасик. Состоящий из легких, очень быстро сваренных морепродуктов. Вот такие дела. Я не пропагандирую употребление алкоголя. Так что смотрите сами, это дело ваше. И да, если вы не любите острое, то сократите количество острого перца раза в три. Но для меня эта закуска навсегда останется вот этой острой закуской, которая вот такая, вот с таким количеством перца. Это божественный народ. С вами был славян дружоблова. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока.